Новые данные о расследовании катастрофы малазийского Боинга на юго-востоке Украины. Сегодня эксперты ведущего российского производителя систем ПВО концерна «Алмаз-Антей» представили заключение специалистов, которые проливают свет на обстоятельства прошлогодней трагедии. Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, каким оружием был сбит лайнер, а также определить место, откуда могла стартовать эта ракета. Репортаж Павла Краснова. Малазийский самолет действительно сбили зенитные ракеты из комплекса «Бук». В этом у экспертов практически нет, а людей, разбирающихся в теме лучше, чем сотрудники концерна «Алмаз-Антей», просто не существует, ведь именно здесь разрабатывали и производили эти зенитно-ракетные системы. Санкции, наложенные на концерн после крушения Боинга, заставили экспертов провести свое расследование. С нами была проведена большая работа по анализу всей имеющейся информации, связанной с крушением самолета. Сегодня, вашему вниманию, мы представим доказательства непричастности концерна к катастрофе с «Малазийским Боингом». Чтобы установить, что именно произошло с самолетом в небе над Донбассом, инженеры проанализировали повреждения, полученные лайнером в результате катастрофы. Вывод был сделан сразу. Стреляли управляемой ракетой. Но какой именно? Понять это помогла вот эта деталь. Найденный в обломках Боинга – поражающий элемент особой формы. Он используется только в ракетах одного типа. Наиболее вероятным типом ракеты, приведшей к трагедии с Боингом, является ракета 9М38М1. И ее боевой части 9М314. Именно эта ракета снаряжается тремя типами поражающих элементов и содержит более 7800 поражающих элементов. Важное уточнение. В России комплексы «Бук» уже давно оснащаются ракетами другого типа. Зато на вооружении украинской армии таких ракет осталось около тысячи. Данная ракета комплекса «Бук» была снята с производства заводами, в последующем вошедшем в концерн, образованный в 2002 году, в 1999 году. После 1999 года ракета не производилась. То есть ни концерн, ни его предприятия не могли поставить эти ракеты в 21 веке, кому бы то ни было. А вот обслуживать старые ракеты концерн мог. И именно с такой просьбой к нему в свое время обратилась Украина. Но в итоге от услуг специалистов Киев отказался. И обслуживание ракет с продлением сроков их эксплуатации на Украине проводили своими силами. Что получилось в результате, остается только гадать. Чтобы в деталях восстановить картину крушения «Боинга», экспертам «Алмаз-Антея» пришлось даже рассекретить данные, которые раньше составляли государственную тайну. Практически все зенитные ракеты имеют одинаковый принцип действия. Они не врезаются, как многие думают, в самолет, а взрываются рядом с ним. Уничтожение цели происходит за счет разлета поражающих элементов. Но у ракеты, уничтожившей «Боинг», есть важная особенность. И она, как отпечатки пальцев, позволяет безошибочно определить и модель самой ракеты, и то, как именно был поражен самолет. При взрыве осколки разлетаются в стороны, формируя своего рода облако. Но внутри него есть область, особенно насыщенная поражающими элементами. Она получила название «скальпели». По отметинам от этого скальпеля, то есть по следам, оставшимся на самолете, после попадания осколков, можно понять, откуда ракета была выпущена по цели. Даже незначительное изменение положения ракеты в пространстве позволяет существенно изменить характер поражений. А учитывая то, что одной из особенностей этой ракеты является наличие скальпеля, именно его следы или отпечатки, обнаруженные на конструкции самолета, позволили с высокой степенью вероятности определить условия подхода ракеты к цели и, соответственно, условия, при которых ракета встретилась с целью. При изучении обломков самолета эксперты обратили внимание. У «Боинга» была повреждена левая сторона кабина, двигатель, крыло и часть хвостового оперения. При этом справа кабина повреждений практически не получила. Целыми остались даже стекла. Кое-где поражающие элементы просто скользнули по обшивке. Подобная картина возможна только в одном случае, если к самолету ракета подлетела сбоку, причем с правого борта. Как только она пересекла курс лайнера, она взорвалась уже немного левее него. При другом направлении полета ракеты другими оказались бы и следы от осколков, как и в том случае, если бы ракета летела «Боингу» навстречу. Проведенное моделирование показывает, что указанные условия, рассчитанные условия встречи ракеты с самолетом реализуются только при пуске из этого ограниченного района, а именно южнее населенного пункта Зарощенское. Это самый важный вывод, который удалось сделать экспертам. Ведь почти сразу после катастрофы с украинской стороны звучали заявления, будто сбившая «Боинг» пусковая установка находилась в районе города Снежное, а он в июле был под контролем ополченцев. Но оттуда ракета летела бы по совсем другой траектории, которую специалисты отмели как невозможную. А вот район поселка Зарощенское, откуда предположительно и производилась стрельба, контролировали украинские войска. И здесь сразу вспоминаются сведения, обнародованные Министерством обороны России вскоре после крушения. Согласно спутниковым данным, именно там у Зарощенского в день трагедии находились украинские комплексы «Бук». Утром этого же дня в районе населенного пункта Зарощенское, что в 50 километрах восточнее Донецка и в 8 километрах южнее Шахтерска, обнаружена батарея «Бук». Возникает вопрос, почему батарея оказалась в этом районе, вблизи территории, контролируемой ополченцами, и непосредственно перед трагедией. Украина, по сути, уже признала выводы экспертов, поскольку в Киевском генштабе поспешили заявить, что 17 июля Зарощенское украинские военные, оказывается, не контролировали. Хотя это легко опровергается, в том числе документами. В руках ополченцев не так давно оказалась карта боевых действий, принадлежавшая киевским офицерам. И там как раз указаны позиции войск недалеко от Зарощенского. Это рабочая карта командира 1-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года. Самым примечательным является отмеченная на карте стартовой позиции зенитных ракетных комплексов средней дальности «Бук». Вот одна позиция. Вот вторая позиция. Специалисты концерна «Алмаз-Анте» уже представили свой доклад и членам Международной комиссии, занимающейся расследованием катастрофы. И реакции оттуда пока не последовало. К слову, эксперты не сбрасывают со счетов и другие версии, в том числе, что по Боингу мог стрелять военный самолет. Но в подтверждение своей правоты они готовы даже провести эксперимент — подорвать ракету «Бука» рядом со списанным лайнером. Тогда сомнения относительно того, что именно произошло в небе над Донбассом 17 июля, будут окончательно развеяны. Павел Краснов, Дмитрий Синицын, Кирилл Данилов, Первый канал.